Влагосберегающие технологии внедряют у агрохозяйства Казалардинской области. В регионе реализуют четыре крупных проекта, в рамках которых кормовые бахчевые культуры выращивают с применением дождевального и капельного орошения на более чем четырех тысячах гектарах. Привлекают в сферу иностранных инвесторов. Акцент на влагосберегающие культуры сделали хозяйство Жалагашского района. Рисовые чеки заменили на кукурузные поля. Культуру выращивают с применением технологии капельного орошения. Если проект даст ожидаемый результат, в следующем году ее посевы увеличат втрое. Увеличили в районе и посевы кормовых культур. По рекомендации ученых, часть рисовых полей отвели подсахарная сорга. Культура не только является питательным кормом для животных, но и повышает плодородие засоленной почвы. К слову, в этом году в регионе подсельхоз культуры отвели 187 тысяч гектаров. Свыше 78 тысяч занял рис. Его посевы сократили на 10 800 гектаров. Кукуруза потребляет 20-30 раз меньше воды, чем рис, а технология капельного орошения сводит затраты к минимуму. К примеру, расход воды на 100 гектаров риса такой же, как на 3000 гектаров кукурузы. Одно из главных достоинств сахарного сорга – хорошая приживаемость и низкое потребление воды. Растение содержит до 20% сахара. Это позволяет увеличить, к примеру, надое коров вдвое. Сахарное сорга можно выращивать вместе с люцерной. Из-за дефицита поливной воды сейчас регион делает особый акцент на применение влагосберегающих технологий. При помощи капельного и дождевального орошения в этом году мы планируем вырастить кормовые и бахчевые культуры на площади 4200 гектаров. 200 гектаров люцерной вырастим в Аральском районе. Больше 80 секторов откроют для казахстанского бизнеса с 2025 года на едином рынке услуг стран Евразийского экономического союза. Среди них услуги по прогнозу погоды, метеорологии и другое. Также в следующем году для всех государств участников станет доступна деятельность по оценке имущества, бухучета и аудита. В то же время ряд услуг стратегической важности остаются закрытыми. Отметим сейчас, перечень заключает 142 сектора. Из них 51 вид уже открыт для предпринимателей стран-партнеров, в том числе в таких сферах, как производство кино, научно-исследовательских работ, рекламы и турагентств. Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, поставлена задача ежегодно создавать до 250 тысяч рабочих мест. В рамках реализации поручения поднимается уровень оплаты труда, активно развивается швейная отрасль, строительство, туризм и другие направления экономики, которые нуждаются в квалифицированных специалистах и рабочей силе. В связи с этим Министерство труда внедряет новые активные меры занятости. И трудоустройство безработной молодежи, женщин, малообеспеченных и малоимущих граждан расширяются возможности профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации. Сегодня ведомство предоставляет возможность обучения, переобучения и повышения квалификации по 127 профессиям. Пилотируемая новая мера занятости – это молодежные стажировки, которые предусматривают обучение и наработку опыта для молодых людей непосредственно на производстве. Развитие малого бизнеса способствует программа «Социальный контракт», в рамках которой в 2024 году будет создано 23 тысячи рабочих мест. Предпринимательские инициативы участников социального контракта финансируются из государственного бюджета. Минтруда отмечает, что в настоящее время кабинетом министров Кыргызской республики предпринимаются все необходимые меры для трудоустройства соотечественников на родине, находящейся в трудовой миграции и за рубежом. На сегодняшний день 210 семей приняли участие в проекте «Социальный контракт» и реализовали свой малый бизнес. Люди открывают ателье, магазины, кафе, готовят на заказ еду и так далее. На 2024 год по городу Ош выделено квотом для 200 семей. Развитие искусственного интеллекта приводит к росту киберпреступности. Злоумышленники взламывают базы данных, крадут конфиденциальную информацию, наносят вред как предприятиям, так и простым гражданам. По оценкам экспертов, потери мировой экономики от киберпреступности к 2025 году может достичь 11 трлн долларов. Ежегодно жертвами киберпреступлений становится больше 700 миллионов человек. Каждые 40 секунд в мире атакам программ-вымогатели подвергаются предприятия. При этом 57% компаний не имеют навыков кибербезопасности. Наиболее уязвимыми являются предприятия розничной торговли, а также компьютерные системы сферы здравоохранения, где хранятся конфиденциальные персональные данные. Продолжение следует... Продолжение следует...